Waiting for the other shoe to drop Что это? Что это такое? Причём здесь туфли? О чём ты вообще? Что это такое? Всем привет! Здравствуйте! Ну вот и пришло время говорить по-английски It's time to speak English. It's your time to speak English. Сегодня у нас будет очень коротенький урок. А всё почему? Я смотрела ток-шоу вот на днях, и там одна фраза прыгнула на меня. Я думаю, обязательно нужно эту фразу рассказать на своём канале и поделиться с вами, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. И эта фраза – это идиоматическое выражение в американском английском языке, которое приходит с начала двадцатого века в наш язык, в американский английский язык. Красивая фраза, идиоматическая фраза, которой даже нет нормального перевода на русский язык. Но если вы хотите блеснуть своим знанием английского языка, If you want to impress someone, then the phrase waiting for the other shoe to drop будет вашей козырной картой знаний английского американского языка. Что же такое waiting for the other shoe to drop? Ну, буквально, конечно, мы ждём, когда же другая туфля упадёт, когда другой тапок упадёт, когда другая часть. То есть один ботинок упал, а второй мы теперь ждём, когда второй упадёт. Что это такое? Вообще непонятно. При чём здесь ботинок? Второй ботинок? Третий? Откуда это всё? А идёт это из многоэтажных домов в Америке в начале 20 века. Квартиры были недорогие, очень тонкие. Полы были и потолки, соответственно. И люди жили спальня на спальне, на спальне, на спальне. И человек, предположим, один собрался спать, и вдруг приходится сеть сверху и разувается таким. Раз, он пнул один ботинок, улетел. И этому по потолку стукнуло, нифига себе стукнуло. И тогда этот человек боится засыпать, потому что думает, я сейчас засну, а второй ботинок как шлёпнется, и я опять просну. И я проснусь, как второй ботинок опять шлёпнется, и я точно проснусь. И поэтому бедный человек лежит под одеялом и не спит, не засыпает, потому что он ждёт, когда второй ботинок упадёт. Вот оно. Как же мы переведём это? Это вот в ожидании чего-то неприятного, в ожидании каких-то неприятностей, в ожидании чего-то такого, что придёт обязательно, а может, не придёт. I'm still waiting for the other shoe to drop. They all seem to be waiting for the other shoe to drop. I'm still waiting for the other shoe to drop. They all seem to be waiting for the other shoe to drop. Think of it, my friend. Миллионы of people looking over their shoulder, waiting for God's other shoe to drop. И я сейчас вам дам несколько предложений. I would always be waiting for the other shoe to drop. Да, Калифорчи, всё здорово, но что-то там такое. And I will be always, I would always be waiting. I would, if I were you, I would always be waiting for the other shoe to drop. Я всегда буду ждать, да, я такой человек, что я всегда буду ждать, когда же другой ботинок упадёт. Или всё хорошо, but still I keep waiting for the other shoe to drop. Still, I keep waiting for the other shoe to drop. Но всё равно я всё ещё жду. То есть всё хорошо, но я всё ещё жду, когда же второй ботинок упадёт. Или I'm tired of waiting for the other shoe to drop. Я устал ждать, когда упадёт второй ботинок. Уже делайте сейчас, что хотите. I'm tired of waiting for the other shoe to drop. Да, я уже устал ждать, когда же всё произойдёт. Уже делайте лучше страшный конец, чем страх без конца. I'm tired of waiting for the other shoe to drop. Вот такое выражение. Я подумала, что оно очень классное. И вы, если вы его выучите, вы точно блеснёте в каком-нибудь занятии. Опять, к месту употребите. Это выражение I'm waiting for the other shoe to drop. Очень интересное выражение. Всего хорошего. И когда вы захотите поговорить по-английски, you know what to do. You can always come to my channel, where you always can talk to me, people. а things like н意思. Очень интересное выражение. Продолжение следует...